В этом видео мы будем генерировать кратные числа для заданного числа. Для этого мы будем использовать Хаскель. Давайте приступим. Первый способ, с которого мы можем получить кратные числа в Хаскеле, это из натуральных чисел. Но как нам получить натуральные числа? Значит, давайте сначала напишем такую функцию, которая просто возвращает нам бесконечное количество единиц. И в Хаскеле это очень просто сделать. То есть, что я сделал? Я вызвал конструктор списка, передал ему в качестве первого элемента единицу, а в качестве второго элемента я передал ему саму вот эту функцию. Таким образом, функция сама рекурсивная вызывает себя и строит вот этот список. Окей, но нам нужно натуральные числа. Как нам их получить? Значит, для этого давайте просто... Так как список является функтором, это значит, что мы можем применить к нему функцию, которая будет на единицу увеличивать каждый элемент в хвосте этого списка. Но при этом, вызываясь рекурсивно, она будет строить натуральные числа. То есть, это будет выглядеть следующим образом. Запускаем. И получаем ошибку. Так, значит, и давайте запустим ее. И мы получаем все натуральные числа, но они бегут слишком быстро. Давайте для этого возьмем первых 7 чисел и убедимся, что у нас натуральные числа. Отлично. Но мы не хотим натуральные числа. Мы хотим кратные некоторому числу числа. Значит, назовем эту функцию m и она будет принимать n на вход. Само число, да? И как нам получить кратные числа? Кратные числа нам очень просто. Просто получить из натуральных чисел путем применения к ним функции. Ну, так как f это функтор, мы можем применить к ним функцию, которая будет делать умножение каждого этого числа на число n. И давайте посмотрим. Сгенерим кратные числа для двойки. Как видите, Haskell начинает нам их генерировать очень быстро. Мы ничего не видим. Давайте возьмем первые 13. Так, мы берем первые 13 чисел и видим, да, что это от 2 до 26. Ну, давайте сгенерируем для тройки теперь. Теперь для четверки, для пятерки. Как видим, все работает. Конечно же, в Haskell есть дефолтная функция для нахождения GSD, которая уже присутствует в готовом виде. И она называется просто GSD. То есть вы можете передать в нее два числа, например, 32 и 16 и получить правильный ответ. И вот давайте попробуем 32 и 24. Получим 8. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые образовательные видео. Спасибо за просмотр.